Видео создан для конкурса Room Factory. Короче говоря, первый поцелуй. История создана на реальных событиях. Я проснулся от того, что мой сосед кричал на телевизор, из-за того, что он тихо разговаривает. Не выспавшись, я пошёл к зеркалу. Я был хорош, стильно одетый. У меня был взгляд тигрицы. Но потом я одел очки и... И в принципе ничего не поменялось. И я всё так же шикарен. Кажется, бабушкины комплименты на меня плохо влияют. Через секунду на мой телефон позвонила Настя. Это моя одноклассница, которую я люблю ещё с садика. Да чё там с маминого живота? Да чё там с папиного яйца? Она быковала на меня из-за того, что я мало помогаю ей с уроками. Я начал перечисливать всех Насть, которых знаю. И понял, что это ещё не самая странная Настя. Я сказал ей, эй, свинка, я твой кабанчик. И сделаю всю твою домашку за тебя. Но это я подумал лишь в своей голове. А на деле я сказал... Ничего я не сказал. Настя сказала, что придёт ко мне, чтобы я сделал ей домашки и помог подготовиться к ЭГЭ. Я согласился. Но потом подумал, какой ещё ЭГЭ мы в третьем классе. И вообще, откуда она знает такие слова? Я быстро побежал прибираться в комнате. Пока убирался, нашёл потерянный автомат. Я начал бегать с автоматами и кричать. За помидоры! Вдруг в дом зашла Настя и смотрела на меня, как на дебила. Я сказал ей проходить в дом. Она улыбнулась. Хех, похоже, я тоже ей нравлюсь. Я понял, что должен действовать. И сказать ей о своих чувствах. А после того сразу же поцеловать в щёку. Это будет мой первый поцелуй. Когда я пришёл, Настя стояла и втыкала в одну точку. Капец, это походу самая странная Настя, которую я знаю. Я подошёл к своей будущей жене. Да, в моих мечтах мы уже женаты. Я начал говорить, что Насте мне нравится. Почему-то я расплакался. Но вдруг она начала ко мне подвигаться. Мои ладошки начали потеть, колени тряслись. Я не выдержал и крикнул. На помидоры! И убежал в подвал. В подвале есть потишка, смотрел, ушла ли уже Настя. После этого Настя на меня больше не смотрела. Конечно. Попробуй смотреть на такого красавчика. Короче говоря, первый поцелуй. Продолжение следует...